В селе Красногвардейском прошли памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения района от немецко-фашистской оккупации. С каждым годом время неумолимо отдаляет нас от событий, произошедших в годы военного лихолетия. Это были страшные дни, наполненные бесконечным горем, слезами, голодом, холодом, лишениями, смертью. Полгода оккупации, сопровождавшиеся грабежами и расстрелами мирных граждан, были самыми страшными в истории района. Этот недолгий по меркам мирного времени срок стал серьезным и тяжелым испытанием для красногвардейцев. Сотни людей были взяты в плен или убиты. Пострадали жилые дома и предприятия, социальная инфраструктура, разграбленные колхозы. Все это в послевоенные годы пришлось с огромным трудом восстанавливать силами самих жителей. В начале 1943 года освобождение Красногвардейского района и Республики Адыгея стало важным этапом по срыву гитлеровских планов захвата нашей Родины. Один из самых трагических периодов в истории Республики завершился благодаря патриотизму и самоотверженности поколения победителей. И наш святой долг – хранить память о великом подвиге освободителей. Сегодня украинские националисты, подобно немецким захватчикам, пытаются сломить нашу веру, волю, любовь к Родине, уважение к истории, памяти предков. Минувшие годы отчетливо показали, что у них это не получится. В час, когда наши солдаты, ребята из нашего района, мужественно защищают Родину и весь мир от нового проявления фашизма, нам, как никогда, нужно сплотиться, быть добрее и внимательнее друг к другу. Мы знаем, победа будет за нами. Немецко-фашистские захватчики ступили на территорию Красногвардейского района 12 августа 1942 года. И с первых дней стали проводить в отношении мирных граждан политику порабощения и ограбления. Немецкие солдаты, офицеры и их сообщники грабили колхозников и рабочих, а при подозрении на связь с партизанами чинили расправу над мирными людьми, в том числе детьми. На долю жителей выпали тяжелейшие испытания, но они не сломили их боевой дух. Наоборот, чувство патриотизма, беззаветной любви к своей Родине росло день ото дня. Люди свято верили в то, что враг будет повергнут, и родная земля освободится от вероловного ига. И этот день настал. Память солдат и мирных граждан, погибших и умерших в годы военного лихолетия, участники митинга почтили минутой молчания, после чего возложили венки и цветы к мемориалу. Большинство жителей старались задержаться у его подножия, ведь здесь упокоены их земляки. Вечная память павшим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok